Всем привет! Сегодня вас ждет очередной влог из Аргентины. Мы в очередной раз отправимся в город Марон, но не просто так. В этот раз мы заглянем в музей аэронавтики. Вас ждет атмосферное место в азиатском стиле, малышка, ну и, конечно, прогулки с нами по городу. Ну и начнем мы с музея. Мы сегодня поехали специально в город Марон, чтобы сходить в музей. Сначала мы хотели поехать в музей поездов, но он оказался закрыт, поэтому мы пошли в музей авиации. Мы уже находимся на его территории и вот потихоньку идем такой небольшой пешей прогулкой в сторону, где как раз будут экспонаты. Так, а музей это вот туда направление. Там вдалеке виднется табличка, как раз где указано, что музей расположен где-то вот там. И сюда шли, а ехали сначала на поезд, и шли потом пешком. Так, у нас такая достаточно была длительная поездка. Но зато мы посмотрели как раз еще другую часть этого города. Отправились мы вместе с друзьями такой небольшой компанией с колясками. Малышка пока сладко спит. С погодой нам повезло, хоть и пасмурно, но при всем при этом не дождь и кайта, огромный плюс. Там сейчас даже слегкает самолет. Ну а тем временем мы добрались до входа и вот сейчас как раз покупаем билеты. Так, этот музей реальный. Вот там внутри как раз уже всякие объекты. Первый музей малыша. Симпатичненький. Ой, здесь даже есть Гзюпери и маленький принц. Люблю его. Малышка у нас проснулась. Не очень довольна. На руках ты. Мой летчик, мой летчик. Есть различная информация. Так, достаточно большой такой хоу. Честно сказать, я приятно удивлена, оказавшись здесь, потому что мы не планировали прям вот конкретно посещение этого музея. Это был наш запасной план, но оказался очень удачным, потому что здесь просто два огромнейших таких ангара и куча самолетов. Вот очень интересно на них посмотреть. Все в достаточно хорошем состоянии и чувствуется, конечно же, история. Не уверена, что малышке сейчас здесь интересно, но у нее нет выбора. Там еще продолжение экспозиции. Здесь самое забавное то, что здесь вот болтается такая нога. Я думаю, что в таком музее будет интересно любому человеку, даже тому, кто не сильно увлекается авиацией, потому что все вот эти вот самолеты, они, конечно, достойны, мне кажется, внимания. Вот очень интересно посмотреть на то, как они, как бы, выглядели в свое время. Плюс колорит Аргентины тоже делает свое дело. Что у нас тут при вам? Не покушать. Приятно, что музей не пустует. Здесь достаточное количество человек, которые тоже пришли посмотреть на все вот эти вот объекты. И даже были пары с детьми. Сюда можно даже залезть. Дети вот сейчас как раз залезают. И ощущают себя в кабине. Потом здесь можно подняться наверх. Вот такой вот вид сверху. И на втором этаже тоже что-то есть. Малыш шурканит. Да? Шурк-шурк. А тут всякие модели. Очень люблю микромир. Здесь прям прикольно. Меня восхищает создание вот таких вот моделей, потому что мне кажется, что такое достаточно кропотливое, трудоемкое занятие. Очень здорово, когда в таких инсталляциях есть еще и какие-то сюжеты, либо что-то тематическое. И такими вот макетами заполнено, считай, весь второй этаж. Так что здесь можно хорошенько залипнуть. Ну а мы потихоньку двинулись дальше. Нас ждет еще второй ангар. Тут очень красивая зона, светлая. Все. Везде такие окна просторные, а здесь как раз можно перекусить. Заходим внутрь. Что же нас ждет здесь? Тоже достаточно большой ангар. Здесь, ко всему прочему, еще есть различные вертолеты и транспорт. Я так понимаю, какой-то технический. Было достаточно интересно все просматривать. Территория у музея оказалась достаточно большой и экспонатов очень много. Поэтому здесь мы пробыли несколько часов. С удовольствием походили, побродили, посмотрели. Ну и плюс хорошая компания. Время летит, конечно же, незаметно. А в завершении всего мы вышли еще и на улицу, потому что там тоже были несколько самолетов. И при свете дня насладились отличной погодой. И все это создавало какое-то такое особое ощущение приключений. Малыши в этот день вели себя хорошо, не капризничали, поэтому гуляли мы с удовольствием. В общем, не было каких-то таких моментов, которые могли как-то омрачить наш день. На улице как раз стоял самолет, в который можно было зайти внутрь, посмотреть, как он выглядит именно внутри, зайти в кабину пилота. В общем, тоже такой достаточно интересный опыт. Где мой сладкий? Когда комарик укусил нас, комарик усанул. Бучка была с зайушкой. И это был последний ангар, где как раз были детали самолетов, я думаю, здесь занимаются реставрацией. Ну и в завершении всего мы уже шли обратно по Марону, чтобы сесть уже на поезд и отправиться домой. А это вам напоминание, как восторженная кичитная булочка. Мы прогулялись по музею, потом уже вернулись как раз домой. Сейчас сижу вместе с малышкой, да, она ползает на коврике, развлекается с игрушками, а я за ней слежу, потому что она сейчас будет капризничать, если от нее отлучиться. Вот, поэтому мы с ней вместе здесь тусим на коврике, да, Заяц? Вот, скоро буду тоже ее укладывать, покупаемся и будем бай-бай. Вот, я, наверное, тоже лягу пораньше. Я, наверное, тоже лягу пораньше, потому что стали мы все-таки рановато, ну, ниже, чем обычно, вот, поэтому я тоже устала, хочу спать. Плюс у нас сейчас такие проблемы со сном, что кошмар, я не высыпаюсь, ужаснейшее просто, вот, поэтому, наверное, стоит, усталость накопилась-то, естественно, вот, поэтому стоит лечь пораньше. Вот, а так нас укусил комарик, вот, да, Заяц, укусил комарик, и мы лежим вот сейчас, веселимся, да, у нее покажется хорошее настроение, да? Хорошее же настроение у тебя, да? Вот, а только будет глазки тереть, сразу пойдем бай-бай-бай. У тебя папа, любимый папа, да? Нас ждет очередной день, значит, очередная прогулка. Как-то сегодня вот такой вот нарядный. Мы отправились гулять, вот, одела ее сегодня как раз вот такой наряд с китом, и лежит она на пеленочке среди окон. Вот, мне кажется, получила достаточно мило. Чаще всего сейчас в коляске возим ее вот так, потому что ей интересно все разгляды, рассматривать, и она так меньше капризничает, в общем, ей так в кайф. А мы тем временем потихоньку прогуливаемся по лучкам города. В Бене-Саре есть очень много интересной архитектуры. Мне очень нравится, что здесь также можно ездить спокойно на скутере. Какую мы прикольную штуку нашли, и жалко, что немножко она покоцана. Не знаю, кто отодрал, но выглядит очень прикольно. Это все сделано как раз из крышек от различных бутылок. Все прикольно подобрано. Вот, например, там есть кока-кола какая-нибудь. В общем, очень мне нравится. Выглядит достаточно эффектно, если бы еще тоже, конечно, не раскоцали это все. Попугайчики. Их здесь можно встретить вообще где угодно. Сидим рядом с детской площадкой. Там вон есть корзина, где играют футбол, баскетбол. Такой маленький пак. И всякие еще здесь есть, типа, тренажер заниматься. А там тоже просто чувак крутится. Я всегда с любопытством встречаю новые граффити в городе. А мы решили заглянуть на вокзал Ретира. И именно отсюда отправиться уже на поезде домой. Здание вокзала, на самом деле, очень красиво. Посмотрите, какой волшебный холл. Какая здесь архитектура. Очень красиво. Конечно же, часы и флаг Аргентины. Еще малышка очень любит смотреть в окошко. Поэтому стараемся как можно чаще брать ее в этот момент на руки. Чтобы ей было интересно. Что, у нас сегодня был поход к педиатру. Собственно, мы идем после него. Ничего нового он нам не сказал. Все хорошо. Малышка подросла. Сейчас она 65 сантиметров. Вес у нее 6 килограмм. В общем, она и прибавила, и увеличилась в размере. Так что все хорошо. В плане сна он нам как раз все разъяснил, что у нее как раз так и подозревала, типа, как регресс сна. Вот он сказал, что ей должны сняться кошмары. Вот. Ну, судя по тому, что она иногда просыпается и плачет. Возможно. Почему нет? Но это будет продолжаться еще некоторое время. Я узнавала еще у своей твоей родной сестры, что вроде как до 7 месяцев это может происходить. Вот. Врач нам сказал, что до 6. В общем, посмотрим, как это будет. Насколько долго это будет. Надеюсь, что скоро все-таки закончится. Потому что тяжело так просыпаться. Еще он нам сказал также пить продолжайте витамины, железо и витамин D. И если вдруг будут покраснения, вот этот дерматит, то продолжать также мазать с той же самой мазью. Вот. Так что ничего нового. Мы зафили в нашу любимую кофейню. В одной из... Давненьких тут не были. Здесь сейчас различные десерты вкусненькие. Вот. Решили взять один тортик, попробовать. Надеюсь, у нас будет вкусно. Ну и, конечно же, кофе. Муж стоит как раз, ждет наш заказ. А кое-кто все еще не спит и шурканит, да? Любимая шурканочка. Да, зайчик. Любимая. Еще она очень смешно ноги кверху делает. Ее прям... Ну и вот так выглядят наши вкусняшки. Я сейчас буду наслаждаться. Очень хотелось чего-то такого сладенького. А кусочек тортика вообще шик. Насколько я понимаю, тортик состоит из бисквита, часть безе, персик и слой сгущенки. Ну и вы наверняка догадались, что если мы здесь оказались, конечно же, мы не могли обойтись без нашей любимой пиццы. Так что ждем заказ. Кое-кто просто наслаждается сладким сном. Кто это? Кто-то очень хочет есть, да? Вот эту вкусняшку кто-то очень-очень хочет, да? Ням-ням-ням. Я, кстати, фанатка Бураты. И в этой пицце она правда вкусная. Ну и насладившись вкусной едой, мы, конечно же, пешком двинулись в сторону дома. Помимо архитектуры, мне очень нравится в Бунасалисе разглядывать окошки, потому что они всегда очень симпатично украшены какими-нибудь цветами. Кстати, кое-кто теперь плохо спит в коляске. У нас теперь начались тоже проблемы с этим. Как бы сладко она больше так не спит. Постоянно как бы капризничает, не может как-то сама уснуть. Вот пока что такой период. Вот засыпает только если, ну как бы прям вот укачиваешь ее, а потом уже гуляешь. Тогда она может поспать. Ну что, мы почти дома, да, сладкий мой? Вот так вот мы сейчас переворачиваемся и интересуемся игрушками, пытаемся к ним подползти. Интересует нас не одна какая-то конкретная игрушка, а все периодически бывают интересные. В основном это, конечно, погремушки или шурханка, но и актуальность все еще не теряет книжка, вот этот вот ежик с пупырками. Вот, например, сейчас она пытается добраться до жирафа. Очень нравится ее пост, а то, как она не сдается и пытается как раз таки доползти. В очередной раз к нашей любимой книжке, к шурханке ползет. До сих пор никак не нарадуясь, что мы ее все-таки купили. Крикуниша, а крикуниша? Кто мой крикунишка? А кто мой крикунишка? Скажи, сегодня в настроении, да? Я сегодня веселая, да, веселая? Веселая булочка, да? Какая озорница, да? Озорница. Этот коврик, который заполнен водой, не остается без внимания, тоже в него играет. Я думаю, что эти рыбки не сильно будут привлекать внимание, а нет, работает. Сегодня на улице 21 градус, достаточно тепло. Я иду как раз в футболке. Булочка наконец-то уснула. Она сейчас очень плохо спит, в принципе. И даже на улице сейчас в коляске тоже сложно сделать так, чтобы она отключилась. Но сегодня нам все-таки это удалось. Вот пока что спит. Надеюсь, что это продлится подольше. Я сегодня наконец-то хотя бы хоть немножечко выспалась. Муж посидел с утра с ребенком, и я хоть более-менее поспала. Несмотря на то, что, как обычно, я просыпалась каждый час, потому что малышка плохо спит. И сейчас мы решили наконец-то выйти прогуляться. В общем, не какое-то такое особое место. Но отметили себе, там есть такой, как зона фудкорта, где очень много различных китайских, японских, в общем, азиатских ресторанчиков. Надеюсь, что там будет что-то интересное, что-то вкусное. Вот так что посмотрим, что будет из себя представлять это место. Вот я его нашла случайным образом. Оказалось интересно, так что посмотрим. Там малышка спит сладким сном. А так, на улице вечера мы идем вдоль такой вот достаточно широкой дороги, где такое активное движение. В целом все равно идти достаточно приятно. Нам еще, наверное, где-то полчасика идти. Гулять мы любим. Вот малышка пока спит, так что нам это на руку. И вот мы зашли, наконец, до этого места. Заходим внутрь, нас встречают вот такие вот фигурки из аниме и уже яркие какие-то световые лампы. В общем, что-то привлекающее внимание. Ну, а мы для начала хотим все-все обойти, посмотреть, и уже потом определимся, где же мы будем что-то пробовать. А я между делом нашла пейлор-мун. Еще здесь прозрачный потолок. И еще здесь разноцветный лифт. Мы едем, смотрим, что на втором этаже. Вот, тут есть прикольный, страшно как. Вообще, на самом деле, место выглядит достаточно атмосферно. Тут все украшено. Есть различные вывески с иероглифом, фонарики красные. В общем, тут такая атмосфера достаточно располагающая. Кстати, так выглядит достаточно атмосферненько. Я даже немножко подзалипла на вот этом вот виде. Ну, а мы пошли дальше. Нужно посмотреть, что здесь есть еще. Магазинчик с различными масками. Я так понимаю, фасолевые рыбки. Там дальше еще один бар, стульки, где можно расположиться. Еще здесь можно поиграть и выиграть какую-нибудь игрушку. Вот. Но они пока так. Не вижу ничего стоящего. Маски выглядят достаточно свирепо. В этом месте, так понимаю, подают баблоти или что-то в этом духе. В общем, какие-то напитки. Здесь есть лохи. Еще незнакомые для меня герои каких-то аниме. Различные тоже. Еще маски. Очень антуражно сделанные. Достаточно прикольный такой стенд. Ну, и, наверное, самая красивая зона это вот тут, потому что здесь вот эти вот красные фонарики, они делают свое дело, мне кажется. Ну, и плюс здесь тоже есть место, где можно что-то поразглядывать, подзалипнуть. Ну, и заодно на этом этаже находится такой книжный магазин, где можно купить манку, выбрать, что будет по душе, вот, и приобрести. И есть вот такая вот зона диджея, где как раз стоит луфи из One Piece. В общем, очень забавно, смешной. В целом, здесь большой выбор мест, поэтому каждый для себя что-то должен найти. Еще здесь есть вот такой прикольный спанчбоб. Да? В общем, мы решили попробовать что-нибудь вот здесь. Это показалось самым интересным местом. А хотим дамплинги, ну, и раман какую-нибудь попробовать. Ну, и я, конечно же, уже предвкушаю вкусную еду. Еще тут наверху прикольные граффити с яичницей. Ну, а еда готова, сейчас будем пробовать. Соба нам не понравилась, а дамплинги в целом нормас. После всего мне захотелось, конечно же, кофе, и мы зашли вот в эту кофейню и взяли там как раз себе латте. А парни попрактиковали свой испанский. На этом наш вечер не заканчивался, мы еще прогулялись, проголодались и зашли съесть тако. В общем, вечер прошел достаточно приятно, с забавной атмосферой. Спасибо, что посмотрели этот влог, и скоро увидимся.